Сторонним наблюдателям трудно понять, зачем в последней неделе российским властям так много дезинформации и фейков. Причем по разным поводам. Зачем нужно было выводить на телевизионные экраны двух туристов, в кавычках, которые сбивчиво рассказывали одной из главных пропагандисток России о достопримечательностях Солсбери. Причем пришли они на телевидение не сами по себе, а по прямому указанию президента России, посоветовавшего им связаться с меди. Зачем нужно было уже после аргументированных выводов Международной следственной комиссии, занимавшейся расследованием уничтожения малазийского Боинга, подделывать документ на мифическую украинскую ракету. Да еще так неуклюже, что буквально на следующий день журналисты «Новой газеты» без особого труда разоблачили подделку. Зачем нужно было обвинять в гибели российского военного самолета в Сирии не тех, кто уничтожил его на самом деле, то есть сирийцев, или самих российских зенитчиков, кто знает о реальном управлении сирийской ПВО, а израильтян. Да так неуклюже, что уже через несколько часов самому президенту России Владимиру Путину пришлось говорить о цепи трагических случайностей. Зачем нужно было неумело фальсифицировать выборы в Приморском крае в пользу кремлевского кандидата, чтобы на следующий день у главы Центра избиркома России Эллы Панфиловой болела голова, и она советовала итоги выборов отменить, и жаловалась, что в Приморье перечеркнули всю ее работу. Вот зачем? Наблюдатели скажут о каких-то черных лебедях, о дестабилизации, о нахроничности режима, о просто несчастливом для Кремля совпадении. А я скажу, еще и о заразности неправды. Когда много и часто повторяешь неправду, в конце концов перемещаешься в реальность, где просто нет места правде. Издевались над правдой чуть ли не всей страной от президента до народных артистов и прохожих на улице. Напускали туман про Крым, про референдум, независимость, возвращение в родную гавань. Это началось не вчера, но достигло своей кульминации во время аннексии Крыма. В одних кабинетах готовились к подмене мочи российских спортсменов для того, чтобы подарить президенту победную Олимпиаду, а в других разрабатывали операцию по оккупации части территории соседней страны с участием их там нетов, вежливых зеленых человечков и прочих инопланетян. Потом придумывали про мочу вплоть до изгнания с Олимпиад. Про Донбасс, несмотря на фактическое превращение когда-то богатого индустриального района, в полигон для бандитизма. Про Боинг, подбитый украинскими истребителями, тоже предлагали разные варианты, ничего общего с действительностью не имевшие. Вы помните, как это было? Вначале неправду смешивали с правдой, как кофе с цикорием. Потом, в конце концов, остался один цикорий. В сообщениях российского руководства, его агентств и медиа больше можно правды не искать. Я думаю, это очевидно. Даже самые рьяные пропагандистские ресурсы после просмотра интервью российских ГРУшников говорили о деградации родных спецслужб. Даже военным специалистам трудно отделаться от мысли, что в Министерстве обороны России что-то не так, если его представители умудряются сесть в лужу два раза подряд. Неужели не видно, что это не лужа, а простая банальная ложь? Они в ней купаются. Наверное, когда начинаешь лгать, потом уже не можешь остановиться. Виталий Портников Мой комментарий будет очень коротким для тех, кто верит в Бога и смотрит на жизнь с мистической точки зрения. Вспоминаем библейский текст, так сказать, хрестоматийный. Кто у нас там отец лжи? Для тех, кто далек от теории библейского повествования, я объясняю, что сатана назван в Библии отцом лжи. И там, где поселяется сатана, там правит ложь. Вообще, его рычаги управления – это всегда отказ от правды и внедрение лжи. Я, как вы уже поняли, в Бога не верю. Но если бы я был верующим человеком, то я бы об этом очень сильно задумался. Ведь почему в такой стране, как Россия, на протяжении многих-многих десятилетий, если не вообще, на протяжении всей ее истории, постоянно празднуют ложь и всегда стараются, ну хоть как-то, хоть частично, то и вовсе, заменить правду ложью. И в конечном счете, как говорит великий русский писатель Виктор Ерофеев, Россия – это страна, которая живет в сказке. А сказка, как мы знаем, это такая большая ложь для детей, для развития их воображения. Проще было бы сказать Виктору Ерофееву, что вся страна живет в состоянии перманентной лжи. Они сами себе придумали лживую историю, они сами себе придумали лживое величие. Естественно, у них напрочь лживое правительство, никому нельзя доверять в этой стране. У них абсолютно лживое телевидение. Когда ты включаешь российские средства информации, ты уже изначально настроен на то, что верить им нельзя. Именно так воспринимают всех российских дипломатов за рубежом. Именно так, когда заключают контракты с российскими бизнесменами, задумываются, черт побери, а можно ли им доверять. Именно так, как говорят психологи, российские дети лучше всего лгут и лучше всего манипулируют своими родителями. Да, был бы я верующим, задумался бы об этом серьезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok